Доброе утро! Большая часть доходов городского бюджета в ближайшие годы будет уходить на содержание школ, больниц, в общем на социальную сферу. Думский комитет по бюджету и налогам уже одобрил проект бюджета Перми на три года и рекомендовал его к принятию в первом чтении на пленарном заседании Пермской городской думы уже завтра, 24 ноября. Если обозначать приоритеты, это ликвидация аварийного жилья, дороги, новые школы. Должны вырасти и инвестиционные расходы. Но пермикам сегодня, наверное, больше интересно, везде ли почистят дороги, дворы, проезды от того, что вчера навалило. С 23 ноября ограничено движение в Арджиникидзовском районе Перми. Ограничение касается перекрестка улиц Ракитной и генерала Черняховского и будет осуществляться по одной полосе в оба направления. В ремонте нуждается водопровод. Движение ограничено с 8.00 23 ноября до 22 часов 7 декабря. СМИ сообщают, в Перми тариф на проезд в общественном транспорте может вырасти до 20 рублей уже с нового года. Пишут, что эта информация появилась после того, как депутаты Комитета по экономическому развитию Гордумы рассматривали новые параметры расчета тарифа на проезд, предложенные Департаментом дорог и транспорта. Завтра народные избранники рассмотрят предложенные администрации изменения, зато послезавтра в Перми начнутся продажи «Лада Веста». Не хочу показаться заложником конспирологических теорий, но может быть это как-то связано? Средиземноморье становится ближе. Эта новость неожиданно принадлежит синоптикам. Воздушная масса из этого региона уже преподносит пермикам очередной погодный сюрприз. Уже в воскресенье потеплело почти на 10 градусов, а сегодня станет еще теплее. Воздух прогреется до плюс пяти, а снег, который шел до этого, превратится в дождь. Так что доставайте зонтики. Российские туристы все равно отдыхают в Египте. Раньше летали через Турцию, теперь, говорят, появились туры через Белоруссию. Принимая решение отдыхать так, несмотря на все предостережения, люди делают это самостоятельно. Ведь можно и воздержаться. В свою очередь, пользоваться общественным транспортом и ездить по нашим дорогам на автомобиле приходится каждому. Тут без вариантов. Что делать, чтобы это было безопасно? Смотрите завтра в Утреннем Вестнике «Деловой подход». Хорошего дня, до встречи на Ветте. Редактор субтитров А.Семкин